Иностранцам в Тюмени приходится не только учить законы, но и ПДД. Так накануне студентов из других стран пригласили на встречу с сотрудниками ГИБДД, чтобы объяснить правила поведения на дорогах областной столицы. Но, как выяснила наш корреспондент Анна Княжева, зарубежные гости считают улицы областного центра вполне безопасными. Вьетнамский абитуриент Тьен в России всего три месяца. Он пытается выучить язык, чтобы поступить в Тюмгу на юридический. Кроме погоды, Тюмень почти ничем не отличается от его родного города Хануэ. Но вот наши водители совсем другие. Когда я хожу на дорогу, когда они увидят меня, они сразу остановят. Они не оправляют ходить. Я думаю, что это очень без опасности. Такое отношение к пешеходам удивило и курсанта Твику Саеда Амини. В афганском городе Тахар, откуда он родом, такая любезность – редкость. Но все-таки кое-что общее между водителями двух стран студент нашел. Обычно со стороны богатые люди нарушаются правила. Когда происходит какое-то... Ну, богатые люди, особенно у кого есть хорошая машина, он чувствует себя, что я главный. Он нарушает правила. Национальные особенности дорожного движения обсудили во время акции «Живи по правилам», которую организовала госавтоинспекция в центре города. Иностранные студенты на своем языке написали призывы соблюдать ПДД, сделали селфи и выложили фотографии в соцсети. Обсуждение продолжилось за круглым столом. Во всем мире у нас происходят дорожно-транспортные происшествия с участием молодых участников дорожного движения. Именно поэтому мы позвали иностранцев, чтобы они рассказали, как у них молодые люди соблюдают правила дорожного движения, как у них организовано движение, чтобы у нас уже в области провести хорошую такую компанию социальную «Живи по правилам». В акции приняли участие около 40 студентов из 15 стран. Домой они привезут не только знания, но и впечатления о Тюмени, городе, где пропускают пешеходов. Анна Княжева, Андрей Захаров, Тюменское время. Анна Княжева, Тюменское время.